МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На всю историю Sky Studio вы второй мужчина с цветами. Спасибо. Очень приятно. Привет. Рад тебя видеть. Я тоже очень рад. У нас вся студия в цветах. Спасибо большое. Присаживайся. Мне всегда было интересно, когда я видела тебя на различных мероприятиях. Я видела, как классно ты поешь, как классно играет твоя группа. Я видела реакцию людей. Мне всегда было интересно, почему ты не снимаешь клипы, почему ты не рвешься в казахстанский шоу-бизнес. Я сам не знаю. Это все само собой получилось. Я не старался что-то сделать. Я думал, что я особенно не буду в формате. Может быть, у меня будет какая-то музыка непонятная для многих. Я не мог петь то, что на тоях поется. Я просто не мог. И думал, что не пришло еще время пока. Вот просто когда уже группе набирается некое количество лет, я не надеюсь увидеть что-то большее в своем прогрессе. И ради них я пошел на такие шаги, чтобы они увидели что-то большее и хотели бы засветиться. Карат, а почему такая скромность? К чему она? Это ведь не про творческого человека, не про амбициозного человека. И такое впечатление, что ты немножко лукавишь. Что значит ради них? Ты отец, у тебя дети, у тебя супруга молодая. Сейчас ты говоришь, нет, я не хотела ничего такого. Меня устраивал ресторан, мне хотелось, а потом мне вдруг захотелось ради коллектива. Это не родственники же твои. У меня всегда, когда коллектив, прошлый, настоящий, они для меня как семья. И не секрет, что в ресторанах мы больше зарабатываем, чем, допустим, какие там, ну, скажем так, большинство артистов. И, в принципе, было бы комфортно, в принципе, сидеть. То есть, впервые слушают, что в ресторанах больше зарабатываешь. Ну, скажем так, на корпоративах, да, на корпоративах, как говорится. Думаю, зависит от класса музыкантов. Чтобы заказать группу «Формат» на той, нужно вас за полгода предупредить. Да, да. Ну, мы нормально жили, то есть, все спокойно, все хорошо. Ну, просто нужно было еще какое-то дополнение такое. Ну, да, вот ради них. Странно, они стоят за тобой, знают Хайрата Байкенова и группу «Формат». Я, честно, не помню ни одного музыканта, который рядом с тобой. Я смотрю на тебя, ну, и на твоего солиста. Да, да, да. Проект называется «Хайрат Байкенов и группа «Формат». Я тащу их за собой, потому что я хочу, чтобы было все, стараюсь, во всяком случае, чтобы было все качественно. Тащу эти все ящики огромные на какую-то там куда-нибудь там, ватерау, еще что-нибудь, чтобы, ну, знаете, один раз я увидел, когда вот приезжали, ну, очень пересекаемся с российскими звездами, с зарубежными, которые вот именно приезжают прям полным составом. Очень много инструментов и всяких новых технологий каких-то. И мне всегда было интересно, почему наши так не выступают, почему у нас же все это можно купить, у нас есть деньги. Все это можно как-то поставить на хорошую, какой у них звук замечательный. Смотришь со стороны, как пластинка звучит. Почему не можем мы это сделать? Я потихоньку стал записывать, какое у них оборудование. Стал интересоваться, как это все соединяется. Нашел специалистов, которые, они в Алма-Ате все, пришлось в минус уходить и вызывать оттуда всех этих специалистов, чтобы они мне все это написали. Заккумулировали. Да, зааккумулировали, и мне пришлось все это купить. Но зато сейчас ты в плюсе. Да, ну сейчас, скажем так, я понимаю, как это все обстоит изнутри. А в чем дело? Может быть, люди просто устали от фонограммы, и вот когда приезжает лайв-бенд, живая музыка, живое исполнение. Может быть, в этом твое преимущество? Ну, преимущество, конечно, в музыке, в самой подаче всегда. Много же лайв-бендов, да, много очень отличных команд, которых камера не обходит стороной. Я знаю, я очень уважаю многих музыкантов. Ну, просто, не знаю, то ли из-за линии, то ли из-за чего, так не получается. Ну, у меня вот так вот, к каждой работе вот такой подход. Хочу, чтобы все было правильно, чтобы все работало максимум. Даже если я в минус уйду, я знаю, что когда-нибудь это... А сейчас, действительно, наши люди стали... Я в 2006 году, когда вот создал какой-то формат, мне крутили. Тогда вот как раз шла миндисковая фонограммная жизнь у всех спокойно. Но вот мне вот хотелось почему-то вот лайв. И тогда я вот кастинг все это проводил. Не знаю зачем, тогда вообще ничего за душой не было. Но сейчас, вот сейчас... Ты пожинаешь плоды, да? Да, те, кто пел под фонограмм, сейчас собирают команды, стараются что-то сделать. Ну, я имею в виду про Стану. Я в Алма-Ате, там очень много команд. Но сегодня группа формат — это дорогое удовольствие для Тула. Для клиентов. Да, для клиентов. Раньше вы были более доступны. Да, мы были скромнее, но те силы, как говорится, и затраты... Я посчитал, что так. Ну, я посчитал так, но и люди готовы платить. Я подумал, что, ну, видимо, все нормально. Ну, раз уж вы готовы платить 10 тысяч долларов, ну, мы, в принципе, выступим. Ну, не думаю, что такие цифры... Ну, тебе приятно, что вот твои песни признали в прошлом году? Лучшие песни года, да? Да. Что тебя признали именно как музыканта уже твои коллеги? Да, это было приятно. В принципе, я своих коллег тоже знаем, мы общаемся. Работаете? Да, работаем с вами, они, как оказалось, тоже знают мои песни. А то, что вот в прошлом году, да, получился этот хит, ну, это такое стечение, не знаю, цифр каких-то. То есть я и до этого писал, то есть если посмотреть промежуток между хитами, то есть, а между ними-то еще большое пространство песен, которые я написал. Я вот, получается, написал хит, так получилось. И ухожу в наблюдение, в наблюдение, что сейчас выпустят другие артисты, и эта тактика дает такое изучение. То есть это дает, так, вот этого нету сейчас. И я начинаю работать в этой, и вроде бы получается. А стратегия написать хит для того, чтобы заработать, значит? Чего нет, чего хотят? Да, я, может быть, буду в этом плане меркантильным. Опять-таки, для того, чтобы коллектив, мой коллектив развивался дальше, ведь этот заработок не секрет, что вкладывается опять-таки в какие-то инструменты, оборудование. У нас очень много чего надо взять. И хочется своего, вот, именно, и чтобы звук, и мы же все это, как бы, в прокате все. А хочется, чтобы это было все свое, и работало так синхронно, то есть, есть, чтобы вот, как вот на Западе шоу делается полностью, то есть, не надо никому на кнопки нажимать, мы начинаем играть, и все, начинает работать четко. И вот сейчас подумываем даже о каком-то танцевальном коллективе, то есть, ну, хочется дать шоу. Именно, даже пусть будет это в корпоративном, пусть это будет в маленьком городе где-то что-то, ну, чтобы это было серьезно. Правда, что свою первую песню ты написал в 16 лет для группы АБК? Да, и у этой, как говорится, истории очень, да, было прикольное начало. А что это за песня? Песня «Олар», тогда АБК, ну, тогда Кадролев, это мой земляк, «Джиз Казгана», «Скарсапай», тогда мы ездили в «Джиз Казган» записывать на студии. Ну, тогда я тоже ваша землячка. Да, да, я знаю. Мы ездили в Алма-Ату записывать альбом с группой, второй состав, группа «Раксанаки». И тогда Кадролев услышал вот эту песню, заключительную, потому что не хватало одной песни в конце, и я говорю, вот я одну песню, говорю, вот единственную сочинил, показал нашему аранжировщику, он говорит, это же, говорит, суперпесня, то и что. Начали записывать, а Кадролев как бы к своим землякам зашел в студию. И услышав, говорит, а это моя песня, отдай ее. Я должен быть, вы ее так не раскрутите, как я. А что это за песня, напой? Там дальше развитием. В 16 лет ты написал. А как, в 16 лет можно писать, да, такую песню? На Домбре, эксперимента ради так получилось. На Домбре, я же сам Домбрист вообще заканчивал училище и больше ничего не заканчивал, дальше Кабацкая консерватория. Вот тогда он услышал, и я приехал, я тогда не дал ему эту песню, он приехал в Джисказган, нашел меня в подвале, где мы занимались. И что вы делаете? Я говорю, ну, ждем мероприятия с командой. Поехали, там у меня братишка женится. И тогда мы на этом договорились о том, что я ему отдам песню, говорит, еще есть песни? Я говорю, вот еще одна песня есть, я ее, говорю, вчера там тоже написал, если понравится. И он, послушав, сказал, сколько хочешь. А тогда я у гитариста спросил, а сколько стоит вообще? Он говорит, скажи, 200 долларов одна песня. Он говорит, 200 долларов, это же я же доллары, говорю, никогда в жизни не видел, как это вообще, как они выглядят, я не могу этого сказать. Он говорит, скажи 200 долларов, я тебе отвечаю. То есть они были, я всегда работал с взрослыми ребятами. И, в общем, когда ролей я произнес эту фразу, говорю, 200 долларов за песню, вот это лар. Он немного подумал, сказал, давай по 150 каждую. Я говорю, ничего, я сдержал как бы радость свою. Говорю, все окей, хорошо. И тогда я на эти 300 долларов купил жене, знаете, шапку такую. Вот это было, тогда я понял, чем я буду в будущем заниматься. Когда ты понял, как ты можешь зарабатывать. Да, что у меня есть какое-то умение писать мелодии. А мне нравится Хадр Лебулманов, да? То есть у него действительно есть продюсерская жилка, да? То есть он уже тогда увидел мальчика, нашел его в подвале и купил две песни. А вот еще получилось так, что мы вот уже после встретились, уже здесь, мы в такой беседе уже, в гостях. Говорит, ты знаешь, говорит, это была моя первая сделка. Я, говорит, за песни не платил никогда. И я, говорит, мы посмеялись от души тогда. Баян, скажи, пожалуйста, сколько сегодня стоит хит? Ну, я не знаю, сколько стоит Харат Байкенов, я с ним еще не договорилась. Ну, пример же, в трамках пишется хит, и я, если это будет хит, мы потокуемся. Я наблюдаю. Я наблюдаю. Нет, ну, примерно. Совершенно бесплатно. А, примерно хит стоит от трех тысяч долларов, и эта цена варьируется до пяти, до шести, иногда до восьми тысяч. Ого, себе. А, да, есть такие композиторы. А за сколько ты продаешь свои песни? Я это делал давно, и совсем скромнее. Иногда они просто дарятся, это бывает крайне редко. Скромнее суммы. Ну, я не могу сказать, что это, допустим, при... Как они пишут, говорят, я напишу хит? Я пишу песню, я не знаю. Мне нравится, как они пишут. Никто не знает, да. Нет, ну, в любом случае, допустим, до сегодняшнего дня мы не ошибались. То есть то, что пели мы, это всегда стреляло. Поэтому Хайрат никак нам не показывает, когда же он напишет песню. Может быть, просто Хайрат пишет только себе? Очень серьезно. Но говорят, что настоящие хиты композиторы чувствуют, и они их просто не отдают. Нет. Нет? Я говорю, у меня же как раз ситуация обратная, когда мне приходится перепевать те песни, которые не берут. Потому что... А мне жалко их оставить. Это вот как раз с Дарми Жегетейр. Вот, вот... На-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на... Да, потом вот Омир Ширкин вот недавно вот... Мы ее тоже выпустили, потому что тоже я написал. То есть попросили, я вот быстро написал. Я говорю, она будет хорошая, то есть она будет как раз в стиле там очень тоже известного. Ну так получилось написать. Я тогда в Дубае прямо написал и отправил ему девку. Он говорит, мне не нравится. И мы спели, всем понравилось. и еще несколько песен таким же образом. А «Махаббат» тоже песня, которая никому не понравилась? Нет, касательно «Махаббата», я в этот период вообще отказался кому-либо писать и думал о хите, который бы... что делать с форматом вообще? То есть мы написали когда-то телефон песню, и как дальше развиваться? Ну, мне надо ребят удивлять чем-то, мне надо что-то... Ну, тяжело же тащить это все. Припев у меня крутился полгода, я даже посмотрел по тональности, как ей подойдет. А вот куплет пришлось написать за... вообще всю песню пришлось написать за один день, за одну ночь, потому что на следующий день были съемки новогодние, и нужна была новая песня. Я про нее забыл вообще, что будут съемки. Мне просто подвонила админ, говорит, вы готовы, завтра будут съемки, в час мотор. И мы до пяти утра записали аранжировку, поехали в другую студию, записали голос, и в десять утра буквально сделали сведение этой песни, и вот так в горячем виде с флешки отдали прямо на это самое, на телевизор. Так пошло, даже ребята не знали, где вступать. Они не слышали ее, потому что мы записывались с гитаристом, да, с вокалисткой. И когда... Ну ты тогда чувствовал, что это будет хитом, и что будут ее петь, что эту песню будут петь все? Первая реакция была, как мы, вот, мотор, поехали, и мы начали петь, допели до конца, и за кулис такой ор, я тебя убью, кайра! А это Маржан готовилась к записи, я тебя убью. Кто? Как ты смел без меня спеть ее? То есть выскочила. Это, говорит, крутая песня. Ну и тогда понял, что, видимо, большое будущее идет. Мы, то есть, на новом году ее записали, я попросил поставить ее в YouTube. Начались, как просмотры обогнали даже вот все наши клипы уже. Я понял, что надо снимать клип уже только в апреле. То есть с Нового года начал набираться просмотр в апреле. Я видела и ту съемку новогоднюю, и видела клип. В принципе, вы могли даже клип не снимать. Ну, каналы, которые, музыкальные каналы, они не берут съемки с каких-то вот... Других телеканалов? Да, да, что-то такое, есть какая-то договоренность. Я попросил. Ну, мне пришлось так же быстро позвонить друзьям в Ташкент. Говорю, через три дня я приеду. Как снимать? Говорю, мне просто белый фон нужен. Мы будем что-то делать, я не знаю еще что. Он говорит, опять ты начинай. Ну, они же с узбекским акцентом. Опять ты так быстро хочешь все это сделать? Я говорю, ну, а что делать? Надо быстро отдать. Причем я на монтаже сижу, от и до мне это интересно, потому что иногда, скажем так, кто делает... Вот отсняли материал видео, но все в руках потом монтажера. И когда он портит это все, я уже на прошлых клипах, как говорится, понял это. И до конца весь материал... То есть ты не только композитор, ты не только певец, ты еще и не только продюсер своего проекта. Ты полностью отслеживаешь. Ну, это мы, как говорится, не учат, к сожалению. Как быть продюсером или как поступать. В Америке, наверное, это как-то проще, не знаю. Сначала пишешь песню, вот этому человеку обратишься, а этот человек знает того. То есть как-то все это. А я, не знаю, я поступаю как-то интуитивно. Наверное, вот так вот. Ох, не так. Наверное, вот так вот. И вот таким методом тыка я понимаю, что надо до конца все отслеживать. Пойти, сказать, ты отдал тому, нет. Вот и прям до конца дойти до того человека, дозвониться. Все, вы получили, получил. Я завтра приеду сам. И убью, что вы получили. Пока вот так вот не сделаешь, до конца не проконтролируешь, и, по-моему, конечный результат, типа, все равно не устроит, если в этом звене какой-то будет, ну, что-то, какой-то пробел будет. То есть нет человека, по которому ты бы это все доверил? Я доверяю людям, но проверяю. Кайрат, а сколько в процентном соотношении в твоей жизни занимает музыка? Я все это время молчала, и поскольку я тебя очень плохо знаю, в отличие от Динары, мне захотелось просто понаблюдать и послушать. И все эти практически 30 минут ты говорил только о музыке, только о ней. Ну, это, безусловно, я тоже очень люблю музыку, но я в тебе не вижу никакого быта. Ты знаешь, сколько стоит хлеб, например, или сколько стоит килограмм мяса? Честно, я не знаю, но мне интересно, знаешь ли ты. Я тоже не знаю. Я была в этом уверена. Товарищи, я знаю. Да. 1600 говядина. Но, тем не менее, кто ведет твой комфорт, скажем так? И когда супруга всегда видит мужа, который говорит только о музыке, который пишет только музыку, который общается только с музыкантами, и ему совершенно неинтересно, есть ли дома говядина за 1060, есть ли дома хлеб, или все-таки нет. Кайрат приходит домой и говорит, милая, я так устал, есть ли бешпармах? Ну, очень хороший вопрос. Очень своевременный. Я женился очень рано, 18 лет. Жена моя тоже музыкант, ее зовут Ализат, она дирхор, как это, есть такое отделение. Женился на музыке, в общем. Да, то есть понятие у нас... Многое мы прошли, то есть у нас ни с чего буквально. Мы приехали сюда с чемоданами, то есть и в каждый город мы приезжали таким образом. У нас трое прекрасных дочерей, сейчас ждем, надеюсь, к выходу программы, четвертую или четвертого. Вот она всем этим занимается, потому что, да, в моей жизни было много периодов разных. И вот этот период, то есть тоже мы семейно перестроились, то есть она понимает, что... И она уже как бы привыкла, то, что я могу ночью встать, включить компьютер и начать работать, или там где-то в каком-то торговом центре уединиться, начать записывать идеи прямо в телефон или с кем-то переговорить. То есть вот этим... То есть она смирилась, да? Не то, что смирилась, она как раз, она непосредственно официально она директор группы формата. То есть все мы обсуждаем, как бы дальше поступить. Вот я вот говорю, мне нужно вот это, вот как ты считаешь? Говорю, да, уйдем в минус, но это надо сделать. Это как было с клипом. То есть она говорит, мне не нужна шубка к шапке, которая была куплена за 300 долларов твоих первых заработанных. Она говорит, нет, давай мы купим колонки новые, давай мы купим новый аппарат, новый классный микрофон. Это сейчас можно так сказать. А тогда нет. Тогда, конечно, все думали, что я музыкой занимаюсь временно. И профессия музыкант в нашем городе, в городе Сатпаеве, я думаю, тогда они... Я тогда помню, я ехал с таксистом, я говорю, я музыкант. Вот вы даете на шахту, вот работа, а что музыкант? То есть, почему такое понятие музыканта? Что они все алкаши, там еще что-нибудь. Кажется, что легкая профессия, да? Да, как бы все так и очень легко. Действительно, выпивающих у нас много. Да, выпивающих очень много, да. Это, кстати, тоже один из моментов расслабления, потому что напряжение очень большое. А ты нет, ты не выпиваешь. Я, почему? Я в хорошей компании, тут немного вина, как говорится. Не напиваешься, в общем? Нет. Это что, внутренняя дисциплина такая? Потому что, действительно, музыкант, это такая профессия, когда, ты представляешь, да, это немножко люди не с мира сего, когда ты в торговом центре начинаешь меняться и что-то придумывать. Потому что, действительно, это приходит моментально и его не предупреждают об этом. Это же дар божий, да? Это да. Когда спрашивают, я говорю, это всевышний. Я просто, я так получается, что это... Мелодия приходит целиком? А мне самое интересно. Или ты раскладываешь ее по нотам? Вот сама идея. На-на-на-на-на-на-на. Скорее всего, она пришла целиком. Какая-то же, говорит, полгода, да, она крутилась в голове? Да. Прежде чем человек слышит ее первый раз, я ее уже миллион первый раз как бы прослушал и проанализировав, понял, что она мне надоедает эта мелодия. Соответственно, меня другие вот местные музыканты, певцы прозвали, говорят, твоя песня с первого раза не заходит. То есть, потом, она говорит, от нее не отвяжешься. Может быть, и это есть. Я тысячу, миллион раз прослушиваю ее сам. Скажи, пожалуйста, вот я знаю певцов, продюсеров, исполнителей, артистов, которые умеют приспособиться. Они дружат с нужными людьми, они специально приезжают на какие-то той для того, чтобы с кем-то познакомиться, а потом сделать какую-то выгоду для себя. они умеют дружить с директорами, с президентами, с небедными людьми, скажем так. И в тот или иной момент они проплачивают их клипы, их ротацию, их костюмы, их какие-то презентации. И таких случаев очень много. Но ты не создаешь такого впечатления. Что касательно меня, я знаю, что халява у меня не прокатывает всегда. это опять-таки берется это все еще с рестораном, где я работал. Всегда находится человек там да я завтра все, сколько там надо, я тебе сейчас все проплачу. И никогда, ни разу так этот человек не появляется и позвонишь по молодости, так я делал, по которому он, как говорится, написал телефон, на следующий день не узнает. Просто не брал трубку. Да, откладывает это все. И я перестал это делать уже там, не знаю, на первом или на втором случае в это верить перестал. А вообще не отказался бы? А? Не отказался бы? Просто не прокатывает? Да, или это выходит боком, или как-то все это не получается, это все не собирается. Хайрат, ну я же знаю твоих друзей. Да. У тебя очень такие, скажем, обеспеченные, влиятельные друзья. А, я об этом не знала. Я их знаю лично. Но я их не прошел. Может быть, тебе хочется сейчас передать привет кому-то. Всем большое привет. Может быть, кого-то хочется поблагодарить за... Помогали в жизни? Потому что очень часто употребляешь вот свои речи «Ушли в минус». Тяжело. И чувствуется, что в какие-то моменты тебе необходима помощь. Кто тебе помогает? Бывали такие моменты, когда нужна какая-то сумма, чтобы вот... но все эти суммы мы отрабатывали. Я не брал просто безвозмездно. Я говорил, мы отработаем там этот корпоратив, допустим. Ну, просто в данный момент не было такое... там, нужно срочно там... там, ажиотаж новогодний, там, нужно несколько пультов взять, и там, еще что-то там, безумные, какие-то новые технологии появляются сейчас каждый день. нам это необходимо. И мы должны быть, как говорится, первыми. Да, друзья есть, но я, как бы вот, именно, чтобы они отдали безвозмездно, я опять... я не прокатываю это. Ну, в общем, не ошиблась я. Акарат, я наблюдаю за тобой на сцене. Ты знаешь, я, когда ты поешь, я думаю, откуда в человеке столько свободы? Вот ты такой скромный в жизни, а на сцене ты такой, знаешь, афроамериканец. Ты очень свободный, изнутри. Твоя музыка льется не выученно, да, не технически выученно, она льется отсюда. Ты родился, ты родился музыкантом. Это мой первый вопрос. А второй вопрос, ты очень хорошо выглядишь. Кто занимается твоим имиджем на сцене? Ты достаточно нестандартно выглядишь, не вот, как у нас принято костюм шалбар. Меня всегда смешит это, смешит это словосочетание, но оно так уже, ну, как бы, вбилось в наши головы. Костюм шалбар, просто стоящий человек, переминающийся с ноги. Костюм шалбар с орнаментом. Да, с ноги на ногу. А ты, формат, не формат, даже во внешнем твоем виде. Когда на сцене, я другой. Абсолютно другой, ты создаешь совершенно другое впечатление. Я ухожу в музыку, я, очень, мне нравится ритм, и джазовые ребята поймут, что, когда вот есть полет какого-то, и когда мне нравится то, что именно я задумал, получается, я, по-другому не передашь, словом, как кайфую. Я очень иногда стесняюсь, иногда смотреть. Я даже на видео иногда не смотрю, потому что, и когда вот на телевидении приходится петь под фонограмму, да, приходится, потому что там съемки там и так далее. живьем было бы интереснее спеть, да, с ошибками, да, мы бы фальшивили, но зато это было бы от души. Ну, поэтому я стараюсь передать... Ну, ты нравишься самому себе, когда ты вот видишь себя в кадре? Нет. Нет? Не нравлюсь. Я стараюсь передать... Ну, когда песню поешь, я представляю зрителя. Вот он стоит впереди, а вот ты выходишь и вот они стоят. И что ты должен спеть? Я всегда, когда пишу песню, ставлю себя в такие рамки, когда, допустим, до тебя спел какой-нибудь там Энрики Иглесиас, там, свои хиты, и выходишь ты. Что ты должен... Как должна начаться песня после таких как говорится, акул. И я всегда вот такие себя рамки ставлю и в написании песни. И поэтому ты отдаешься на сто процентов. Надо еще больше, но... Боян, согласись, но на Кайрата приятно смотреть, да, когда он на сцене. Кайрат такой брутальный, накачанный, косухи. Это такая редкость вообще на нашем эстраде, когда стоит человек выше, чем метр шестьдесят, и он брутально, он похож на мужчину. Кайрат, сколько тебе лет? Это... тридцать семь. Тридцать семь? Вот будет тридцать восемь. Надеюсь, все будет. Ну, ты выглядишь моложе. Ну, не знаю. Ну, видимо, это как то, что вы говорите, какого-то спортивного телосложения. Я сейчас опять стану в форму, потому что очень много просидел в студии. У меня спортивное прошлое. Я гандболист, ручной мяч. Мы заняли тогда команду Джасказгана, стали чемпионами Казахстана и съездили на Союз тогда еще, еще он был Союзом. Мы заняли там второе место. Меня хотели оставить в Киеве. Хорошо, что я не остался. Очень часто бывает, когда человек талантлив в музыке, он обязательно талантлив в спорте. Ну, мне до сих пор спорт нравится. Именно командные виды спорта. Сейчас я очень болею за Борис. Это мне близко и стараюсь где-то и в теннис поиграть. Для меня это очень интересно. В 37 лет ты стал общеизвестным скажем года два назад, да? Да. Действительно, когда вот я узнала, что есть такой Хайрат Байкенов, я узнала об этом два или три года назад, честно. То есть, это какой фанатизм вот так вот идти, идти, идти. Хотя в Астане группа Формат это одна из самых популярных групп. Да. Но она была в рамках Астаны только известна. и песни вот сейчас недавно Лухпан Желдаса приезжал, я показывал песни, которые вот скажем так остались так и на территории Астаны. Говорит, да ты что, а почему ты вот это не отдал? Вот это надо было этому отдать. То есть, он был поражен количеством песен, которые как бы свет не вышли таки. Я говорю, так получилось, я не хочу назад возвращаться, надо писать новые песни. А вот ты знаешь какой-то себе объем? Вот сегодня первое, скажем, марта, мне нужно до 30 марта написать такой-то объем песен. Это план, как испечь столько-то тысяч булочек? Да, ставлю себе план, да, ставлю себе план, и у меня много таких непоставленных галочек, то есть, стоят люди, которым я хочу написать песни, потому что у меня есть какие-то идеи. Даже бывает какой-то народный певец с народным, я иногда говорю, а что если бы тебе не поменять немножко угол, и так бы спел, тебе было бы интереснее. Прислушиваются? Говорят, что не очень, но это надо сделать потом, как обычно надо все сделать, потом такое. скажи, а что творчество тебя привлекает в нашем шоу-бизнесе? В нашем шоу-бизнесе? кто тебе нравится? песни такие прикольные у Молдоназара мне сейчас его... Потому что это новое направление. Ну, в принципе, как в Европе оно давно есть, как бы я очень много слушаю такого музыки. то есть, то, что у нас он появился, как бы, да, в плане коммерции, он, не знаю, скорее всего, на то его не пригласят с таким репертуаром, но он уперто все делает такого же плана. с ним пообщались. Тебе нравится такая нестандартная музыка, такой арт-хаус, что-то в этом роде, то, что нельзя спеть. Нет, мне нравится вообще хорошая музыка, хорошо сделанная. Мне нравится, когда все звучит, любой, ну, там, даже вот, и даже вот, там, пускай будет Харатнуртас, там, я смотрю не на на, как там, поет человек еще, я на все, то есть... Аранжировка, сведение, вокал. Да, 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 все по партиям уже разложено, люди, когда слушают просто песни, у меня она уже разложена по партиям, по барабанам, по ходам баса и так далее. Харат, а музыка музыкой, а все-таки ты мужчина, интересный мужчина, популярный мужчина, и рядом с тобой всегда твоя супруга, но иногда все-таки хочется как-то посмотреть на молодую, на красивую, возможно помечтать или возможно представить, а почему нет? А как вот с этим дело обстоит? Ну, я как-то спокойно к этому отношусь. Ну, вот красивая, ну, прям красавица рядом. Да, я скажу, вы красивая. И никаких фантазий? Вот вы, вы красивые. и нет фантазий. У нас нет никаких фантазий. И спасибо. Я не питаю, то есть, ну, это как-то все очень, ну, как это, то есть... Я знаю музыканты, которые говорят, мне нужно влюбляться, мне нужна для этого муза. А муза, кто это муза? Это женщина. Ну, вот и у меня, моя, моей женщины достаточно, то есть, я с каждым рождением ребенка, для меня это влюбленности не проходит. У меня вообще идеал женщины беременная женщина. Да? Я так понимаю, что это всего четвертый? Да. Да, по молодости, ну, мы много прошли, я говорил, было такое, то есть, мы уже хотели расходиться, разводиться. Из-за женщины? Нет, нет, это, ну, может быть, какая-то была ревность, потому что я работаю, конечно, до утра в ресторанах, хотя я действительно пахал, пахал, приходил, еще наушники одеваю, чтобы дети не разбудить, и еще писал какие-то песни еще. Ну, разные были, но это все уже позади, я думаю, что вот после какого-то периода, там, после лет семи нашего, как говорится, нашего брака совместного, вот стало все уже понятно, мы уже по взгляду понимаем, что делать. А что вдохновляет? Вдохновляет на песни, на творчество, на любовь к музыке. Ну, сейчас дети. У меня такая влюбленность в мои дети, у меня все девочки, все девочки, каждый раз они встречают, я думаю, это, как говорится, любой родитель, я так думаю, наверное, у всех так, ну, у меня вот так. Мне нравится в Кайрате его человеческие качества, потому что по Кайрату видно, что он хороший человек, порядочный. Стараюсь таким быть. Стараешься? А мне кажется, ты такой и есть, потому что все-таки репутация тоже ведь важна в твоем деле. Некоторые, да, как говорится, живут одним днем, да, вот так я сделаю, там дальше забудется. Ничего не забывается, всегда этот след остается, даже там в каком-то человеке. Я стараюсь не обидеть, ну, жить по таким вот, не знаю, правилам, там, не убей, не прелюбодействуй, да. А слово держишь? Пообещал? Я, стараюсь держать слово, и если сказал, напишу песню, я напишу. Я продолжаю верить. Два года ждет человек. Да, ну, если, говорю, не было смен в составе, я потому что настраиваю, ну, каждый, может быть. Обещанного три года, говорят, ждут. У тебя еще год впереди. Многие композиторы, там, то есть, очень плодовитые, я вот поражаюсь, вот там, приходят, ну, я, где-то, сто песен написал. Как так ты можешь? Я не, я не, у меня вот, это вот долго, это рождается, потом, только вот потихоньку, вот, она вот. Но зато качественный продукт. Ну, может быть, я не знаю, я как-то, не могу дать, но все мои песни мне самому нравятся, я не знаю, а, потому что, я знаю, в какой период, каждую песню слушая, я переношусь в то время, когда я ее написал. Хайрат, ты же заработал себе на квартиру? Да, конечно, и не только. Пока покупал аппаратуру, ты же как-то отсчитывал денежки на квартиру. я, конечно, если бы это не приносило доход, и не обеспечивало благополучие моей семьи, я бы этим не занимался, может быть, я не знаю, как-то нашел какую-то середину, но я почему-то вот чувствую, что это непросто, когда ты вот даже вот в нуле сидишь, а тебе еще что-то нужно накупить, я понимаю, что я все равно делаю правильно, почему-то, и все, и получается так, что да, в итоге все правильно. Квартира-машина? Квартира-машина, да. Отдых? И не одна. Отдых, А где ты отдыхаешь? Любит жена, это Дубай, это два раза в год, ну, зимой это точно, то есть у нас будет февраль такой период, когда такой затишье. У меня дочь старшая, ей 19 лет, она учится в Швейцарии, я туда езжу к ней. Это же очень дорого обучаться в Швейцарии. Знаете, да. Вообще обучать ребенка за границей, это очень дорого? Очень дорого. Тем более в Швейцарии. Я понял, что следующих детей я буду обучать здесь. Что это дешевле? Ну, я намучился там, то есть со всеми, ну, такой отдельный вопрос, то есть ее заходы все время, ну, дорого, вообще дорого. Она все время говорит, папа, по мне бедному сырингу. Деньги кончились, там, еще что-то. Нет, ну, ты балуешь своих детей? Я. Дочь учится в Швейцарии. Это первая наша дочь. То есть, это первый опыт, да? Да, первый опыт, это совершенно верно. Дело в том, что наша старшая дочь, да, она, она многое с нами пережила, то есть мы скитались... Она заслужила, да? скитались по квартирам. Она была третьим чемоданом, в общем, постоянно. Скиталась по квартирам, сменила кучу школ, просто в год могли две школы поменять в разных городах, там, вот. И, конечно, хочется, чтобы, хотелось, чтобы она получила максимально, там, какой-то образователь, что-то лучшее, то, что мы не видели, посудите сами, у нас всего там среднее образование, мы сами, как бы, я сам хочу учиться, и сейчас хочу учиться. То есть компенсировал ей ее детство? Да, Мы говорим, ну, моя жена, она очень могла стать перспективным переводчиком, и на этой базе могла бы еще, как бы, много дел сделать, хотя, как бы, она всю жизнь посвятила, получается, мне. Ну, я хотел учиться звукорежиссюре, хотел учиться в каком-то продюсерском делу, какой-то еще там с этим связанным. Ну, теперь все, теперь дочь в Швейцарии. Ну, я не теряю надежды. Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в студию. Я очень рада, вот как астанчанка, я же тебя знаю давно, и наблюдаю за твоим творчеством давно, потому что хожу на различные мероприятия, и честно, мне очень приятно, что мы с тобой встречаемся на сцене, на большой сцене, что ты делаешь хиты, что тебя встречает публика, и вот я сегодня открыла для себя, тебя нового. А я тоже для себя открыла нового Кайрата, потому что я совершенно не была с ним вот так знакома, я никогда с ним не разговаривала, прилет пока, и я представляла, что он такой брутальный наглец, а оказалось, что он... Так и есть. А оказалось, что он совершенно скромный. Не буду сейчас тебя закидывать комплиментами, потому что я не очень люблю делать комплименты мужчинам, я люблю делать комплименты женщинам. Кайрат, я, знаешь, хочу записаться в твой фан-клуб, если он у тебя есть. Нету. И могу даже его возглавить. Ого. Так что я очень люблю твое творчество, ты действительно очень-очень талантливый композитор, и я жду все-таки от тебя очень-очень красивый трек. Я постараюсь это сделать и рожу. Вместе со своей женой. Да, успешных вам родов. Спасибо большое. Вы смотрели Sky Studio, мы благодарим нашего официального партнера салон мебели Lusso. И встретимся с вами, как обычно, ровно через неделю. Не скучайте, всего доброго. Пока. Компания Lusso. Это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, Скопеллини, Тосканова. Сделанное вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. Lusso. Эта роскошь, достойная вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...